всем здравствуйте всем отличной недели хочу поблагодарить за донаты которые пришли последнее время мне очень приятно пользуясь этим случаем хочу сказать вообще на самом деле я давно хотела иметь кнопку не знаю обращали ли вы внимание или нет на кнопку супер спасибо под видео там где мы смотрим количество лайков либо дизлайков есть сердечко и в этом сердечке есть доллар кнопка называется супер спасибо и вот на днях она у меня появилась то есть не я ее устанавливаю и она есть не у всех сам youtube решает кому ее ну так скажем дать или не дать вот и я долгое время хотела и думала когда же все-таки youtube не и удаст в чем ее фишка мне так кажется что для тех кто живет на территории рф конечно же у вас нету не спонсорство и вам наверное не будет видна эта кнопка вот но если вы все-таки смотрите через vpn мне кажется что она у вас может отображаться в чем ее суть суть заключается в том что это нечто аналогично донатом то есть нажав на эту кнопочку да вы можете там если я не ошибаюсь четыре суммы начиная с двух долларов потом 5 и по нарастающим там там 10 либо 50 вы можете выбрать любую из четырех сумм можете взять самую минимальную 2 доллара вот нажать на нее и как бы совершая покупку да таким образом вы делаете донат единственное что это оплата вы там будет проходить через карту и списание по моему идет через google play поэтому возможно те кто живет на территории рф еще расскажу у вас наверное такой возможности не может быть но у всех остальных да кто хочет перевести донат и раньше думали как же сделать так и ну мне приходилось оставлять оставать до вставлять эквизиты теперь это делать не нужно вот если вы хотите можете нажать и при покупке я там понимает так цветные эмоджи должны быть да то есть за 2 доллара там более простой эмоджи там за 10 более дорогой так вот если вы отправляете эту сумму дата в чате то есть в комментариях да ваш комментарий он будет как-то выделен и по моему отображаться через кроме выделения цвета да там по моему как-то видно будет что вот вы сделали ну отблагодарили через супер спасибо вот кому интересно можете попробовать мне будет очень приятно сразу скажу что способ оплаты это вообще не мой этим занимается youtube через эту кнопку и он по моему если я не ошибаюсь удерживает 30 процентов вот поэтому с той суммы который вы переведете я в принципе получил 70 процентов ну не в этом дело а вообще сам процесс что вот то чего я хочу в контексте нашего сегодняшнего с вами расклада да я это получила и давно хотела как тот уже подзабыла и вдруг на днях увидела и так обрадовалась не знаю почему хотя в принципе многие могут не видеть ну вот можете попробовать да разок и вот и по моему даже там я смогу увидеть ну да конечно же если это в чате будет отображаться выделенным каким-то текстом до что вот вы отплатили через супер спасибо я смогу вас лично поблагодарить ну потому что я буду видеть кто это вот как как-то так сегодня значит позиции сразу скажу приходит на канал новые люди которые не знают и я какие-то вещи уже ну устаю говорить вот но для новых людей это для новых подписчиков важно значит по поводу тайм-кодов до тайм-кода есть под видео это один момент да то есть нажмите на кнопочку под видео еще вам откроется вы увидите тайм-код это один момент тоже нажимаете сразу попадаете на свою позицию второй момент мне кажется это для меня это конечно само собой разумеющееся потому что я скорее всего этим занимаюсь до для людей которые не на тест технологии наверное непонятно на ленте воспроизведения есть некие такие если вы курсор наведете вы видите некие глава они называются до отрезки это тоже позиции то есть если наведете курсор вам покажут первая позиция вторая третья так тоже можно вот это по поводу позиции а и тайм-кодов меня попросили сделать следующего чтоб я камешки поставила далеко потому что как мне сказали энергия перебивает и сложно определиться с позицией вот ну кому кому важно вообще да хотя на моем канале я всегда говорю не важно к позиции а важна информация то есть с каждой позиции можно взять что-то одно и многие из вас так смотрят ну как говорится хозяин барин если важно важно меня попросили я сделала мне кажется вот такой такое расстояние она будет поближе подвинуть достаточно большой до значит 1 2 3 позиция голубой красный зеленый камешек чтобы нигде ничего не фонила вот выбирайте расклад мы сегодня с вами будем делать про мечты что хочет исполнить для вас вселенная так у меня какого каши начали трястись руки что это такое какое-то новое новое состояние вот и конечно же в описании под видео есть посылки мои услуги все что связано с моими услугами вот и стоимость моих курсов можете перейти посмотреть мне кажется достаточно времени так отодвигаем и так позиция номер один голубенький камешек колоды тару небо и земля кому интересно посмотрим сначала какие мечты вы хотели бы чтобы исполнились покажет одну одну покажет 33 посмотрю неважно сколько и так какие мечты вы хотели бы чтобы исполнились вы ну четверка жезла смотрите праздник до праздник что-то такое стабильное вообще хочется даже не какого-то праздника а здесь хочется позитива хочется легкости хочется каких-то знаете перемен в плане того чтобы это было как-то вот позитивное и проходящие такая знаете вот как будто бы в одни ворота зашли и в другие ворота вышли как некий такой портал да и вот я вышел из того состояния в котором был находился и хотел бы попасть какой-то другой вот то куда я хотел бы попасть причем это те двери которые для вас закрыты то ли это по вашему мнению они закрыты то ли еще времени пришло вот здесь что-то такое вы хотели бы чтобы открылись какие-то двери вот для кого-то это может быть действительно касается тема отношений хотелось бы как-то вот более стабильных более серьезных здесь не про брака скорее всего больше про сближение постоянство и некое сожительство кто-то может быть хотел приобрести недвижимость кто-то хотел бы может быть переехать для кого-то здесь мечты связаны с каким-то отдыхом знаете вылазку куда-то на природу также здесь может быть мечты связанные с тем чтобы поехать в гости до либо пригласить к себе людей как-то вот вместе отпраздновать отдых 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 от того знаете какой некие некая такая передышка некое такое вот временное отстранение возможно трудности от сложности вот здесь как будто бы привал вот такой некий привал но он должен быть позитивный это знаете когда мы поднимаемся в гору с рюкзаками да все такие устарцы вспотевшие вдруг видим такую небольшую полянку либо выступ где можно перевести дыхание и пойти дальше это не конечная точка да но вот здесь как будто бы вот такой вот временной временный привал он вам здесь как будто бы необходимо должен быть позитивный либо знаете как-то вот просто с друзьями собраться поговорить там я не знаю вокруг костра как-то там под музыку вот здесь такое знаете причем как-то вот парами собраться что ли не в одиночку от парам чем как 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 пионерский лагерь какой-то такой знаете разбить какой-то лагерь да и вот вечером под луной вот под музыку под гитару как-то вот так расслабиться да здесь вот прям желание расслабиться отдыха еще с чем связаны ваши мечты для кого-то реально аркан умеренности будет говорить о о том чтобы как-то знаете вот все наладилось вот такое ощущение что хочу чтобы все наладилось жизни чтобы фоново этого так было спокойно но при этом знаете чтобы это не было болотом а вот какое-то оживление да какая-то вот живительная вода свежий свежий глоток что-то такого здесь вы хотели бы здесь нету понимаете какой-то конкретной мечты по поводу чего-либо скорее всего мне больше показывают состояние но я как правило энергии считываю состояние такой знаете умеренности чтобы не было вот этих вот качель чтобы не было вот непонятностей неопределенности в плане то у меня качает как-то вот позитив куда-то надо бежать что-то надо делать потом наоборот сил нет я выдохнулся здесь вот какая-то такая знаете усталость от некомфортного вам ритма и хочется здесь чтобы было что-то такое что вам было бы вот как-то знаете здесь и удобно и позитивно должно быть здесь не затишье а знаете иногда бывает солнце летом она может так сильно печь что приносить ожоги а иногда если это солнышко весеннее она вот как будто бы согревает но и не обжигает и и в то же время и светит и это приятно вот здесь какая-то вот комфортная такая вот атмосфера вам необходимо так это вы хотели бы что исполнились ваши вот эти вот мечты почему они не исполняются почему они не исполняются то что вы хотите так интересно выпал король жезлов причем на четверку жезла до император на на умеренность да то есть великий аркан на великие а старший на младший почему вселенной вам его не исполняет знаете здесь с одной стороны действительно есть какое-то движение вот у меня ощущение того что вам как будто бы нужно двигаться дальше поэтому нету вот это вот статичности до который вы хотите стабилизацию а с другой стороны вот нужно какая-то вам проявленность да как-то вот показывать себя заявлять о себе здесь не вам не дается как бы находиться вот там как как вы хотели бы сейчас я попробую вам это пояснить вот у меня как-то все равно знаете вот вроде бы я и хочу быть с людьми то что вы хотите да вот это вот праздника отдыха но опять-таки какой-то вот закрытый круг людей да то есть какое-то ограничение рамки а вам как будто бы говорят что вот нужно нужно необходимо какая-то вот проявленность на большее количество людей да то есть вот как-то если бы вы поехали то поехали бы не на пикник куда-то а вот например вам нужно там где большое количество людей да то есть вас должны видеть вы должны сиять вот вы все равно как-то вот хочется как к отшельнику да комфортному отшельнику да пускай а отшельник с тремя людьми ну-то но отшельник а здесь вот вас как будто бы не пускают вам говорят что вам не нужно это да вам нужно дальнейшее движение вам нужно как-то вот то знаете отдавать передавать вот этот вот свой свет свои какие-то знания здесь какие-то лидерские качества которые надо проявлять надо показывать вот вы хотите опять как-то знаете спокойно в болотца но а здесь вам не дают здесь наоборот говорят что нужно как-то знаете масштабировать свою энергию но при этом удерживать границы вот здесь как-то так я не знаю как это вот знаете это вот когда император идет на завоевание каких-то новых земель до необходимые для его государства вроде бы есть некое расширение но при этом это важно не только завоевать а это важно так задекларировать да чтобы еще и удержать те новые земли которые он получил свои владения то есть вам надо одновременно как будто бы и заявлять о себе и вот стабилизировать вот то новое что приходит не в плане остановки какой-то разве какого-то развития да а именно в плане того чтобы уметь удержать вот это вот все свое большое хозяйство в плане именно управленческом да то есть ну вот иногда есть центральная компания да какая-то вот есть и дочерняя это не значит что дочерняя она будет какая-то вот второстепенная по качеству что ли не здесь вроде бы идет расширение но при этом и этом тоже этим тоже нужно управлять вот здесь что-то такое то есть вам не дают почему потому что вам нужно идти сейчас на именно на расширение на проявление себя здесь знаете как здесь такие интересные энергии они какие-то вот зрелые они взрослые и зрелые потому что выпадает императоры верховная жрица здесь как будто бы вот то что тайное есть внутри вас да она должно как-то вот сейчас проявляться то есть если подытожить и сказать почему вам не дают именно того что вы хотите вот как-то знаете отсидеться опять таки да пускай хорошо в празднике но отсидеться потому что вы ну пришло время показать себя свету до показать и сделать так чтобы вы были услышаны да чтобы вот это вот та тайна вот это вот молчание ваше какое-то внутреннее чтобы она прекратилась чтобы вы как-то вот заявили о себе поэтому вам не дают то что вы хотите хорошо какие 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 мечты хочет исполнить все таки для вас вселенная какие мечты хочет для вас исполнить вселенная но вот опять-таки рыцарь мечей да как то вот и здесь тоже императора смотрите как интересно она хочет исполнить все те ваши мечты где вы сможете быть знаете неким таким завоевателем человеком которые движутся дальше но при этом движется уверенно и так то знаете как то вот хочется сказать громогласно но здесь не шум как вот пошел по пошуту знаете вот просто шум и помехи какие-то создается нет а здесь какой-то знаете такой голос как в рупор вещает до чтобы ты вовсе услышали чтоб на него обратили внимание вселенная будет исполнять те ваши желания где вы будете заявлять о себе где вы будете как-то манифицировать манифестировать ссоре и вот императрица выпадает то кем вы являетесь вот вот это вот расширение о котором я говорила да здесь опять-таки император и императрица выпадает то есть смотрите если вы хотите опять-таки в плане отношений чего-то такого статусного туда вселенная хочет вам это дать да если вам важен какой-то вот статус не обязательно только в отношениях вообще статус по жизни заявление о себе в социуме заведение каких-то новых очень значимых важных контактов да чтобы новые люди пришли к вам туда она будет помогать а вообще у меня знаете такое ощущение какой-то вот глобальности масштабности здесь проходит вселенная хочет вам это дать она хочет дать вам какой-то вот знаете импульс на то чтобы вы наконец-таки сдвинулись с мертвой точкой и начали продвигаться спрашиваю куда продвигаться выпадает аркан смерти до чтобы вы как будто бы пошли в новое в новое что вы перестали бороться сами собой да понимаете здесь вы не реализуете то что есть вот какие-то глобальные задачи в вас они заложены у меня здесь вот как зрела личность выходит да есть уже задачи как будто бы это сказать они не связаны с вашей какой-то вот узконаправленности да в плане там я не знаю создать семью ради детей нет а здесь скорее всего вот проявление себя в мир как служение миру да вот какие-то такие задачи достаточно большие причем через социальную какую-то среду и не знаю может быть там что-то организовывать может быть куда-то вести людей за собой здесь неважно количество людей хотя я вижу вот ну прям большое прям большое это не не 10 и не 20 а здесь большое количество людей когда вы ведете вот за собой но вот это вот внутренняя и вот этот потенциал которым я вам говорила он у вас не реализована то знаете вот такая мощь энергия которая есть но она не реализована и из-за того что она не реализовывается одна направлена как-то вот на внутреннюю борьбу да как-то сами собой ругаете сами собой боретесь как-то ну вот когда нету выплеска вовне до на направление в нужное русло в эту энергию но она вас разрушает вы ее как будто бы сдерживаете да вот как некая такая плотина но она уже дошла до пика и она уже не может сдерживаться она так или иначе прорвет и прорывает как правило там где тонко всегда вот и здесь как будто бы ну время пришло и пришло время к пробуждению пришло время уже каким-то действием уже здесь вот вселенная хочет дать вам то что вы попросите лишь бы вы уже попросили да что-то дело здесь вот как будто вы знаете человек который рвется в бой вот хочу 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 там что-то реализовать что-то сделать какие-то проекты какие-то задумки уже начни с чего-то да уже хватит собой как-то сомневаться соперничать бороться конкурировать вот здесь как будто бы знаете вот это вот еще и неуверенность надо не надо кому это нужно вот эти вот сомнения и здесь такой такая энергия что блин уже переключись уже с этого ты уже выросла уже это не не твое здесь уже переросла хочет дать вам дружбу да причем дружбу реализация меч дружбы в плане сама сама собой да либо сам собой вот это вот внутренние энергии да здесь состоявшая какая-то энергия и хочется ее обновления да ну чтобы она начала обновляться нужно что-то отдавать да то есть нужно освобождать прежде чем чем-то новым наполнится у вас уже вот как будто бы знаете вот переизбыток вот одно и то же прокручиваете прокручивать как заезжая такая пластинка вот здесь хочется уже какого-то обновления и а для этого знаете вот надо действительно проснуться утром да и после сна уже чтобы здесь вот пятерка жезл она показывает вот эту вот активность но она какой-то в каком-то бездействие но это как во сне да видите сны и там что-то делаете но по сути ваше тело не передвигается да то есть это вот действие именно на уровне нашего сознания а здесь вот когда вы утром просыпаетесь вы реализовываете что-то через действие и вот здесь вот примерно то же самое про это пробуждение говорится не в сознании а пробуждение в том что уже нужно начать какие-то действия дать пропускать через себя какую-то энергию и вот это вот готова реализовать до вселенной вашей мечты связаны с дружбой с дружбой внутри себя до между двух ваших энергий дружба между отдачей и принятием и дружба в прямом ее смысле да где вы можете уже эти знаете как будто бы дружить даже с миром то есть вот это вот ваше внутреннее оно должно примириться с внешним то есть состояние вашей души с внешним духом мира природы она должно прийти к некому такому единению и по сути знаете вот то что и хотят себя вот это вот умеренность это ведь тоже баланс это та же самая то же самое примирение тоже самая дружба и косвенно может быть то что вы хотите и вселенная вам хочет дать только вы на это по-разному смотрите вы смотрите как-то мелко с точки зрения вашего внутреннего состояния а вселенная хочет вам дать то же самое только масштабированное вовне что хочет дать изобилия больше я доставать здесь не будут эти какие когда что хочет дать и забили конечно конечно хочет дать вам то даже не то что вы заслужили а здесь вот как будто бы знаете когда ваша душа примерится с внешним духом до с внешним миром и пройдет вот это вот единение вы поймете что это изобилие одно есть то есть нет вот эта вот граница разделения на вас и внешний мир то есть изобилие которое вы хотите она не во вне она едина то есть ну как бы так сказать половина допустим во вне и половина внутри вас а вы как-то смотрите на ту половину которая во вне потому что ну глаза то у нас во вне направлены они внутрь и здесь вот когда произойдет вот это вот единение вы как будто бы знаете здесь такой двусторонний момент с одной стороны вы видите это изобилие да вы можете причем изобилие это не только финансы да это вот достаток во всем хочется я бы еще сказала какое-то такое вот процветание как счастье в больших размерах и вы через внешний план вы сможете увидеть свою вот это вот внутреннее изобилие да то чем вы наполнены либо наоборот то здесь не имеет значения вектор через себя вовне либо через вне в себя потому что это едино здесь уже нету разделение ощущение того что вот приходит какая-то такая некая целостность для чего для чего вселенная хочет дать вам вот эти удары я не знаю может быть вам надо было как-то на бытовом уровне посмотреть но все-таки я не умею смотреть бытовое а скорее всего больше энергии для чего она хочет дать вам эти дары почему потому что выпала карта выживания вот вот это вот внутренняя борьба для чего для того чтобы проработать ваш сценарий борьбы я я борюсь на мир враждебный скорее всего это вот из детства как-то пришло до мира враждебное мне для того чтобы что-то иметь надо все время кому-то что-то доказывать надо что-то сделать вот это вот ваша агрессия которая проходит по пятерке жезлов правда она жезловая сейчас такая достаточно позитивная не столь мечевая но вот это вот внутренняя борьба да когда вы направляли ее внутрь себя она по сути говорит вам о чем у вас есть вот этот сценарий мир небезопасен есть некая такая враждая должна защищаться и вот все свои силы вы направляете на какую-то защиту через агрессивность через то что вот вы ежик колючий да то есть лучше ко мне не приходи не потому что я могу колоть и причем чаще колем тех людей которые действительно нас любят те люди которые действительно находятся рядом с нами во благо нам да а мы как будто бы вот всех под одну метелку и просто те люди которые близки к нам они всегда попадаются нам подругой вот мы их начинаем жалить и вот это вот вот этот вот сценарий выживания до что мир опасен причем знаете вот не здесь так показывают сразу мы говорим про сценарий и нам может быть знаете какая-то вот внутриутробная такая среда мне почему-то такое ощущение может быть если вы знаете во время беременности вами вашей мамы да может быть было такое желание как-то вот случайный что ли вы ребенок были либо нежеланный ребенок да и были такие мысли об аборте либо там я не знаю угроза выкидыша ну вот что-то такое было да во время беременности что показывал о том что мир враждебный до либо нежеланный ну я не знаю может быть хотели например мальчика родилась девочка до либо хотели девочку родился мальчик вот что-то такое что вот как будто бы вы знаете вы нежеланы то есть угроза угроза вашей жизни это вот бессознательный сценарий и вы его сейчас прорабатываете поэтому для этого вам хочет вселенная как раз таки показать что мир он не враждебный и поэтому вас выталкивают а вы смотрите вы не хотите да то есть если кто-то думал раньше задумывался о своем отшельнике почему вы находитесь и его здесь вот это вот четверка до умеренность тоже аркан императора неоднократно выпадает четверки то есть какую-то стабильность я не хочу идти дальше в развитии вот это вот с этим краски связано я не хочу идти в развитие потому что мир он опасный опасные люди опасные они могут что-то сказать они мне сделают больно поэтому я буду защищаться а еще здесь сценарий того что поскольку я у меня очень мощная сила и она разрушительная как будто бы не дают говорить это она разрушительная я понимаю ее объем и я знаю насколько я могу причинить боль другому человеку именно вы в позиции защиты да то есть когда я защищаюсь от другого человека потому что я сам боюсь да вот это вот опасно я могу быть настолько разрушительным что для того чтобы и вы это осознаете для того чтобы защитить других людей от вас самих вы уходите вот в это вот отшельничество да то есть лучше я буду сам по себе почему потому что если я буду с другими людьми не дай бог не кто-то что-то скажет да как говорится пеняйте на себя моя энергия она будет разрушительная причем я не говорю о физическом разрушении рукоприкладстве либо о словах но вот это вот ваша мощная внутренняя энергия вы даже можете подумать как-то о человеке не в плане злобности а вот знаете вот как это вот это вот накипела этой энергии вот вы смотрите на человека вы все равно невербально излучаете вот эту вот разрушительную свою энергию на другого человека и вы это понимаете вы это осознаете его чтобы не навредить другим людям дам как говорите я пойду в самоизоляцию не вот но в этой самоизоляции тоже должно что-то меняться потому что мне как-то уже скучновато становится и вы уже понимаете что надо выходить из этого поэтому вы хотите самоизоляцию но по четверке железлов она была такая знаете праздничная что пришли люди только те которых я хочу чтобы мы праздновали там урожай либо какие-то победы но ограниченное количество людей и вот здесь караски еще был темный сценарий то есть почему-то не захотел сегодня со сценарием да хотя расклад должен быть такой позитивный но в принципе позитивные вещи вы получаете deep и deep да здесь еще какой-то вот знаете какие-то моменты конкуренции тоже проходит вот пятерка жезлов да это тоже конкуренция здесь вот вопрос самооценки это второй вопрос что я как-то вы знаете за внимание за любовь там не знаю человек но в данном случае одного из родителей да я я должен сражаться для того чтобы на меня обратили внимание для того чтобы меня признали то есть здесь вот два таких сценария один говорит о том что мир не безопасен вот а другой схожие с ним конкуренции да говорит о том что я вот просто так я как будто бы не заслужил ничего вот просто так как будто бы меня не может любить именно противоположный пол да то есть вы как будто бы с людьми одного пола с вами вы как ты знаете не принимаете недолюбливаете потому что в них есть вот какая-то угроза да а для противоположного пола здесь его еще как будто бы и заслужить надо да вот здесь какая-то такая энергия в плане того что я как будто бы не заслуживаю просто любви вот просто так от одного пола и а другого и поэтому вот дружба дружба самим собой дружба с там если вы женщина женщины до либо если мужчина с мужчиной и забили до что изобилие мне могут давать вселенная может дать все что я хочу просто так но для этого надо ее сначала принять да и не видеть никакую угрозу и с другой стороны здесь вот именно ценность себя да что вот просто по своему как сказать по природе того что я родился неважно мужчины или женщины да я уже заслуживаю богатства а если я их не имею просто потому что есть какие-то программы задачи которые я должен реализовать для того чтобы вот опять-таки знаете не имеет то что я хочу а скорее всего вот убрать как некая такая помеха то есть с момента как вы родились вам уже по праву все принадлежит но вы как будто бы в это не верите и каждый не верит из-за своих каких-то программ и вот осознание этих программ она просто убирает вот этот барьер преграду да и вы можете замечать то что как раз таки вам по праву по праву рождения принадлежит вот это вот изобилия вот такой был расклад сегодня папир оппозиции не знаю мне сегодня захотелось аналитики в эти дни я как-то вот прям очень-очень анализирую что чем вам перекрыть вот изобилием давать я перекрою щас куда ее к а вот так и я как говорится дорвалась позиция номер два красненький камешек значит смотрим какие мечты вы хотели бы чтобы для вас исполнила вселенная да вы какие вы какие мечты хотели бы посмотрите с одной стороны от повешенные с другой стороны туз кубков наполненности здесь я хочу наполненности вот это вот бесконечное ограничение по тузу кубков у нас проходит страх одиночества всегда но это не обязательно что это есть у вас я просто говорю и чувство непонимания что меня не понимают и меня из-за этого не принимает вот как будто бы я знаете вот человек такой не то чтобы не от мира всего а ну я непонятен я непонятен этому миру просто потому что я чем-то отличаюсь и вот здесь вот чем-то отличаюсь это как раз таки связаны с повешенным то есть меня люди не понимают почему вы здесь как будто бы такая знаете очень я двоек если честно когда-то говорю о том что у них очень ярко выраженная жертвенность такое есть но вот в этой жертвенности да и в ней есть и некий позитив я расскажу и плюс и минус плюс заключается в том что здесь вот как будто вы знаете вот это вот вселенская любовь до человек наполнены вот этой вот всей глубиной и ему все время вот как будто бы хочется поделиться поделиться вот этой чистотой поделиться вот этой вот безусловной любовью да то есть когда мы говорим на пользуйся пользуйся моими благами моими знаниями моими умениями но пользуйся с умом то есть когда вы это говорите вы предполагаете что напротив вас будет человек который это оценит то есть человек с такими же высокими ценностями как у вас который будет очень бережно отдал как-то узнать вот пользоваться теми благами которыми вы владеете но люди они все разные есть я безусловно которые ценят и когда вы будете делиться вот это своей любовью своей заботой своим вниманием знаете вот так вот обволакивать обнимать хочется сказать такой знаете вот вселенской материнской любовью да кто-то кто-то это ценит и кто-то понимает насколько это важно вот это вот эмпатичность насколько вы можете сопереживать другому человеку то есть это знаете на самом деле этого какой-то вот такой бесценный бесценный дар что ли когда можно любить вот безвозмездно у вас это есть и это как сказать этим вы наполнены но в кубе здесь повешено то что я говорила минус он заключается в том что не все люди это видят и вот знаете бывают люди добрые да и бываете люди которые этой добродой пользуются и добрые люди они видят что ими пользуются но они изменить себя не могут потому что вот знаете в курсе путь души после физической смерти что у меня есть я записывала кому интересно переходите по ссылкам в описании мои услуги можете его приобрести там в книге государства платона миф которой я разбираю речь идет о том что есть души которые условно говоря делятся на две категории это люди которые души которые приходят для того чтобы пройти свой трудный сложный путь чему-то научиться у них очень много преград очень много какие-то такие знаете проблем трудности и есть души которые рождены для того чтобы помогать этим душам где-то поддерживать знаете вот иногда особенно в парах всегда такое бывает редко найдешь человека прямо это вот прям ценные такие пары когда оба любят друг друга одинаково всегда кто-то любит больше а кто-то пользуется и как правило мы это говорим что конечно же это назвать любовью нельзя да но вот нашем человеческом понятие да вот оно такое всегда кто-то больше дает а кто-то получает и вот здесь вот такое ощущение что вот вы как будто бы созданы для того чтобы отдавать эту любовь для того чтобы поддержать другого человека где-то облегчить его боль его раны где-то исцелить но вот это в вас заложено вот это вот туз кубков причем этот как вы сказать ресурс да он как будто бы как сказать он не не иссякаем не иссякаем и потому что даже тогда когда у вас забрали абсолютно все и вам каждый вам становится больно это понятно потому что где-то кажется несправедливо вот но вы находите способ восстановиться и вот вас заложены вот эти вот добродетели да как сочувствие сопереживание поддержка понимание любовь такие глубокие чувства и это я все начинала говоря с того какой вы человек под узлом кубков почему вас не понимает потому что глядя на вас в том мире условно говоря низко вибрационном где не все люди находятся на уровне осознанности а многие знаете как аркан дьявола наполовину человек наполовину животные вот когда в большинстве из нас просыпаются животные инстинкты и многие забывают о том что нужно выходить на более человеческий так скажем уровень до разумности а всю почти свою жизнь проживает вот в животном таком животные свои поставь все форме вот таким людям и мне понятно действительно ли вы такие чистые действительно ли вы такие высоко высоко вибрационной да ну потому что им до вас не дотянуться и они не понимают вот этого вашего повешенного да почему почему вы все время себя как-то вот лишаете чего-то да то есть они как будто бы вами пользуется а вы как знаете вот я не знаю как какой-то фонтан какой-то колодец на который вот человек пришел вот он жадно пьет 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 и все никак на пицце не может и возникает такое ощущение что ну блин а а сколько можно вот так вот эгоистично потреблять да то есть вы иногда задумываетесь то есть ты меня действительно за дурака либо за дуру считаешь либо вопросов самим уже любопытно то есть насколько наглость человека вот это вот животное вот это вот природа как я ее называю насколько она безгранична на то есть не то что вы не понимаете вы не осознаете а вам просто вы удивляетесь то есть но насколько можно быть таким человеком и вот то вопрос то с чего какие мечты вы хотели бы чтобы исполнились вы хотели бы знаете вот выйти из этой жертвы иногда вот это вот ну хватит уже меня лишай до из каких-то ограничений когда уже ничего не получается то есть ваши мечты о том чтобы как-то знаете наполнится чувствами любовью наполнится вот этим вот пониманием быть все время вот в контакте как тот хочет сказать на позитиве давайте так скажу да на высоко вибрационных каких-то энергиях найти себе партнеры который был вас понимал но изначально вы понимаете что ваши вибрации настолько высокие и как я уже говорила две категории душ до те которые проходят свои уроки те которые им помогают поддерживают вот вы находитесь во второй категории и дай вам бог что вы нашли себе такого партнера который бы ценил ну как правило не хочу огорчать да и это не потому что ну я вам этого не желаю я вам отчистого сердца желает чтобы нашли таких людей но возможно задача вашей души вот она такая и вот где-то когда вы находитесь на низких вибрациях вы сами этого понимаете что как-то я уже устал да я устал вот этих лишений ограничения страданий боль меня все достало да но это только лишь к лишь тогда когда вы устали и вы не в ресурсе когда вы на низких вибрациях когда вы находитесь на высоких вибрациях когда вы истощая, испускаете, не знаю, как это правильное слово, из себя выпускаете вот этот фонтан чистоты света, вы вибрируете, вы светитесь изнутри. Если вам сказать в этот момент, давай мы тебя лишим чему-то, либо ограничим, скажешь, да ради бога, я и готов служить. То есть вот здесь вот такая вещь. Поэтому то, что вы хотите, вы хотите избавиться уже от этого повешенного. И хотите туза кубков. Но я вам как будто бы, знаете, предвкушая то, что мы будем с вами рассматривать, уже сказала, что не то, чтобы это не получится, но вот просто, видимо, задачи вашей души, они иные. И безусловно, хочется и поддержки, безусловно, хочется, чтобы себя кто-то понял и сказал, что, блин, какой-то молодец, вот просто похвалил, вот я вас сейчас хвалю. За то, кем вы являетесь, за тот ваш труд, да. То есть есть светлячки в этом мире, и вы один из них, да. То есть вот задача у вас такая. А хотели бы выйти из какого-то повешенного, подвешенного состояния, повешенного состояния, вот эта боль, ограничения, страдания, лишения себя, бесконечных пересмотров, самокопаний, вот этой вот какой-то жертвенностью, самопожертвенностью. Вы от этого хотите уйти и хотите прийти к тузу кубков. Вот, это то, что вы хотите. А почему вам вселенная не дает это? Давайте посмотрим, почему она вам это не дает. Ну, потому что королева кубков, и потому что шестерка жезлов, да, ну вот на повешенного, да, почему не дает вам избегания вот этих страданий, да, чтобы они уже прекратились в вашей жизни, потому что вы королева кубков. Вот то, что я рассказала краски по тузу, потому что вы такой человек, это ваша природа. Вы, ну, как хочется сказать, ну, представьте, если вы, я помню, когда в детстве балетом занималась, нам все время говорили, он не балерун, он артист балета, да, то есть женщина-балерина, а он артист балета, он не балерун, ну, то есть нет такого слова. Вот. Если вы, к чему я это хотела сказать, к тому, что если вы по своей природе, да, хочется сказать артист балета, вы как бы ни крути, ни верти, у вас походка будет аналогичная, у вас всегда будет вот ноги вот так вот во внешнем вывороте, вы всегда будете, ну, вот, знаете, какие-то вот манеры, да, себя преподнести, очень такие артистичные, но, знаете, вот как выражение, да, вы можете уехать из деревни, но деревня из вас никогда не уедет, и это сейчас, ну, шутка была, я не хочу никого обидеть, вот, ну, то есть вы не можете поменять свою природу, если вы эмпатичны, вы эмпатичны по королеве кубков, вы человек, который, ну, не может по-другому не любить, то есть есть люди, которым не дано любить, да, и у них, видимо, и задачи такой нету, а у вас есть, да, только вы можете научить любви, только вы можете научить мягкости, только вы, есть люди, которым не нравится телесное вообще прикосновение, чтобы кто-то там обнимал, прикасался, а вам это жизненно необходимо, как так, как можно не прикоснуться к другому человеку, да, как его, ну, нельзя не поддержать, то есть вам это не дают, почему? Потому что, ну, вы уже такая, да, то есть зачем вам давать, как бы так сказать, вот эту вот любовь, да, по тузу кубков, потому что она у вас уже есть, то есть вы как будто бы просите то, то, что у вас уже есть, а то, что вы просите выйти из этой жертвенности, вам тогда надо будет как-то вот, ну, себя сломать. Можно? Да все, можно. Нужно? Вопрос к себе. Почему еще вам не дают вот это вот, вот этого, скорее всего, понимания, да, когда, чтобы вас люди ценили как-то, потому что здесь вот это вот признание, оно вам тоже хочется, да, то есть, да, безусловно, мы все-таки живем в материальном мире, а не в тонком плане, да, где все бы это ценилось, это было само собой разумеющееся, да, на более высоких уровнях, вот, но все-таки в грубой энергии материи, низкочастотной, хочется какого-то признания, и вам вот признание того, что вы делаете, вам его не дают, почему? Потому что здесь вы как будто бы должны быть хорошая игра такая, победителем для того, чтобы двигаться дальше, знаете, вот если бы вам дали, да, вы как будто бы бы расслабились и ничего не делали, вот здесь какая-то такая подоплека, и вот это вот бесконечное лишение вас, да, то есть то, что вы даете другим, я уже рассказала, но то, что вас лишают, это вам дано для того, чтобы вы дальше двигались, то есть если бы вы, ну, вам дали то, что вы хотите, да, вы бы как-то подуспокоились, а вот это вот бесконечный вопрос к себе, а почему не я, почему не мне, почему не так, он как будто бы вас мотивирует на дальнейшее какое-то движение, то есть иначе вы бы не двинулись дальше, так, мы посмотрели, что вы хотите, по энергиям, это все по энергиям, да, посмотрим теперь, что хочет исполнить для вас Вселенная, вот что она хочет для вас исполнить, что вы хотите, мы посмотрели, заберите у меня слезы, заберите у меня боли, ограничения и лишения, да, я уже закопалась, вот, а что хочет вам, что хочет исполнить, какие мечты хочет, а хочет исполнить мечту по колесу фортуны, чтобы вы, знаете, как-то сами изменили свою жизнь, да, чтобы первично вы для себя понимали, что вы хотите, чтобы здесь вот, знаете, она хочет исполнять ваши желания, не детские капризы, да, мама, я устала, все, я не пойду ножками, возьмите меня на лошадку, на шею, как-то вот посадить, возьмите меня на ручку и понесите меня, нет, здесь такое не прокатит, Вселенная хочет, чтобы вы взрослели, сказали, окей, я хочу вот этого, да, и заявили о себе, здесь взрослая какая-то позиция, чтобы вы не полагались как-то на, на судьбу, на высшие силы, да, чтобы не было, здесь, есть еще вот эта вот иллюзия, да, представление, что мои страдания, мои мучения, да, с одной стороны, это так и есть, я вам рассказала, да, что это вот своего рода служение ваше, а с другой стороны, вы как-то ее переносите в минус, что вот мои страдания, это вот расплата там за что-то, да, что вот мне высшие силы сказали жить и страдать в ограничении, нифига, такого нету, вот, это здесь где-то что-то напридуманное, то есть не надо как-то вот, знаете, перекладывать как будто бы ответственность, что вот, ну, судьба так решила, что это фатум, что это рок, что вот здесь что-то такое, она хочет исполнять ваше желание по колесу, по колесу фортуны, тогда, когда вы действительно становитесь вот этим шестеркой жезла, так, победителем, триумфатором, да, когда вы что-то хотите, и из уверенности на высоких вибрациях, то есть когда вы светитесь, вы находитесь в единении с собой, да, то есть вы это чувствуете, вот эту вот уверенность, и от этой уверенности, некого такого бесстрашия, вы начинаете действовать, вот вы когда вот в этом состоянии заявляете что-то, я хочу, я даже не сомневаюсь, знаете, вот прям какая-то вот статусность что-ли появляется, да, тогда, тогда в таком состоянии, безусловно, вселенная хочет вам давать, реализовывать ваши мечты, не в том состоянии, когда, ну пожалуйста, когда вот вы плаш, ну вот как маленький ребенок, нет, когда вы взрослый человек, и говорите, да, мне это надо, для чего, вот хочу вот это, вот это сделать, такая необходимость, ну то есть, понимаете, да, каких энергий, я говорю, ну я очень надеюсь, я-то их чувствую, но я надеюсь, что вы их проживаете, да, когда вы выходите из четверки кубков, когда вы выходите из этого, знаете, болото, комфортно, созидание, там все такое, когда вы, короче говоря, начинаете что-то делать, но делаете с уверенностью, да, когда вы начинаете что-то разрушать, то есть, вот когда вы выходите действительно из позиции вот этой жертвы, то есть, меня ограничивает, потому что я должен страдать, вот я, значит, страдаю за всех, нет, здесь такого нет, ваша, да, задача поддерживать других людей, наполнять, но только тогда, когда вы сами наполнены, а не когда вы в лишениях, да, и лишаете себя последнего, то есть, делиться надо тем, что у вас есть, как этот в Библии, все время говорят, да, каждый трактует так, как хочет, вот это вот выражение, имеющие две, не знаю как, по-гречески хитона, по-русски, наверное, вот эти вот накидки, да, пускай отдаст одну, не говорится о том, что сними с барского плеча последнее, и отдай, нет, то есть, если у тебя есть два, ты можешь поделиться одним, а не последнее, вот здесь вот такое, что она хочет реализовывать, ваше желание, когда вы находитесь в таком подъеме, когда вы светитесь, когда вы в изобилии внутри вас, да, когда вы сами излучаете, фонтанируете этим, и когда вы не находитесь в четверке кубков, да, то есть, я мне все надоело, мне приело, я ничего не хочу, какое-то такое, знаете, апатическое настроение, я созидаю, так, знаете, этот, живу-не живу, да, вот, что-то здесь такое, да, когда, вот смотрите, вот здесь, не колечечко ли, прикольная такая, седьмой прикольный аркан колесницы, я его неоднократно показывала, да, здесь девушка, она, да, она заботится вот об этой кукле, об этой кукле, вот, но они едут на, кто это там, ишак, на этом ишаке, но, ишак не ножками ходит, а он находится на какой-то платформе, у которой есть четыре колесика, и чисто логически, до тех пор, пока есть некий такой наклон, на той поверхности, на которой они катятся, они будут продвигаться, стоит только столкнуться с каким-то подъемом, да, вот эта вот вся конструкция, она остановится и двигаться не будет, и вот эта вот девушка, она здесь, так, бочком села, как обычно женщины сидели, в седле, боком, вот, и вот куда меня ведет, туда ведет, это вот прям очень пересекается с арканом колеса фортуны, вот куда меня поведешь, что я говорила, да, куда меня поведет, туда и пойду, нет, здесь такого нет, вы пойдете туда, по шестерке жезлов, вы пойдете туда, когда вы решитесь, да, это будет вот, это будет ваше решение, то есть шестерка, шестерка жезлов, и тройка жезлов, когда вы станете вот таким триумфатором, победителем, знаете, вот здесь вот, здесь человек сам решил, куда я хочу, и он двигается в этом направлении, здесь уже решение принято, поэтому не, когда вы, ну, я вот это вот хочу, я буду сидеть, ждать подходящего времени, там, знаков, и все такое, во вселенной говорит, и начни сам своими ножками двигаться, да, и путь откроется под ногами идущего, они тогда как-то сиши, ну, покажите мне путь, да не покажут вам путь, то есть вам вселенная будет реализовывать то, что вы хотите, но тогда, когда вы сами решили, то есть, ну, и то, что я уже сказала, когда у вас присутствует какая-то решительность, для чего, то есть какие желания, да, наисполненные такие, вот, для чего, для чего она хочет это вам исполнить, и я, нет, я сейчас сделаю вот так, я сначала посмотрю, что еще, что она хочет вам дать, да, вот, я сказала уже, когда вы находите в таких уверенных энергиях, да, когда вы взрослый, когда вы из позиции я решаю, а не некого такого рока и фатума, что она хочет вам дать, ну, вот, смотрите, карта первопроходца, да, это позитивная, сценария такие, что она хочет вам дать, она вам будет открывать двери, причем здесь тоже лошадь изображена, лошадь изображена, не знаю, насколько вам видно, и у человека на поясе, рог изобилия, вот, и карта называется первопроходец, то есть, что она хочет вам дать, она хочет вам дать движение, да, она хочет вам показать, что вы не только способны на самопожертвование, а вы еще и способны для себя что-то делать, для других, понятно, а для себя, вот для себя, когда вы начинаете действовать, то есть, не ожидать, а именно начинаете действовать, примирение, да, в первой позиции у нас была дружба, а здесь вот именно примирение, когда вы всю свою энергию, вот, вот это вот примирение, я страдаю, и по повешенному, и тузу кубков, да, то есть, у меня есть, и я страдаю, вот это вот вообще удивительная вещь, но вы совмещаете в себе вот эти вот две, два аспекта, все зависит от того, в каком настроении вы на это смотрите, так вот, когда вы внутри себя сможете примирить, вот это вот состояние, что я нахожусь в ограничениях, но при этом, если будет какой-то вот, знаете, какая-то, смотрите здесь какой момент, значит, ситуацию мне показывают следующим образом, допустим, вы будете сидеть и говорят, блин, мне не хватает там денег, я не знаю, ремонт сделать, там что-то купить, ну вот прям какая-то необходимость, да, какая-то фишка, вот, сидите, значит, с подругой, либо с другом разговариваете, и вдруг в какой-то момент вам стучатся в дверь, говорят, вот там, я не знаю, собираем на что-то, да, на какое-то пожертвование, там, не знаю, детям в Африке, либо что-то, и вот надо дать, там, я не знаю, какую-то минимальную сумму, а вы понимаете, что у вас вот столько, и вы, ну да, это же детям там в Африку, там, либо еще что-то, конечно, я пожертвую, и вот этот вот удивительный фактор, с одной стороны, вы как будто бы сидели, говорили о том, что вам самим не хватает, ну вдруг на благо какое-то, да, там, как это там, либо сейчас другой приведу пример, чтобы не было не в деньгах, а именно в ресурсах ваших, вы можете говорить, что у меня нет времени, я не успеваю, дом, работа, там, за больными родителями ухаживать, в общем еще что-то, время в обрез, и вдруг вам говорят в каком-то сообществе, что вот мы собираемся такой-то день, будем медитировать, а у вас времени нет, вы же только что, ох, сами про это говорили, и вы, да, да, я найду, и находите, ну как так, и вот здесь как раз таки, карта говорит о том, что вам вселенная хочет сказать, вот этот вот именно момент, что когда вы внутри себя примирите, вот эти вот две силы, о которых я говорила, тогда как раз-таки она сможет вам давать, вот именно не то, что вы пожелаете, а то, что, к чему вы будете стремиться, здесь надо еще прикладывать усилия, понимаете, не быть в пассивности, вот здесь вот вдохновение, да, я говорила про медитацию, здесь вдохновение, вот понимаете, ваше самопожертвование, ведь оно не только в ограничении, да, оно еще может быть связано с тем, что вы можете вдохновлять других людей, вот это вот скорее всего первопроходит, и ваше желание служить другим людям, да, вот вам как будто бы вселенная хочет дать подарки, реализовать ваши мечты, в плане того, что вы как будто бы можете вдохновлять других людей, на то, чтобы вот эти вот свои двойственные моменты, о которых я рассказала, да, примерять, но делать это через себя, то есть вы это сначала делаете в себе, вы это понимаете, а потом про это рассказываете другим людям, как-то, я не знаю, либо как-то вдохновляете других людей на дальнейшее движение, либо вы вдохновляете как-то вот, вот, я не знаю, как-то своим светом, да, внутренним, на что-то такое хорошее, на что-то такое благое, но здесь вам очень важно, сразу скажу, обращайте внимание на свои вибрации, если вы будете находиться в низких энергиях, особенно после взаимодействия с другими людьми, вы вообще ничего не сможете сделать, здесь как будто бы вам надо себя либо чистить, либо какую-то вот, я не знаю, ну, я не очень-то верю в защиты, но фиг с ним, это же мое видение, ваше-то видение, что вы можете верить вот в защиту, какие-то защиты себе ставить, почему я не верю, я объясню, коль я уже про это упомянула, дело в том, что когда мы находимся на высоких вибрациях, очень, то нам не, ну, не приклеивается ничего такого негативного, потому что нету резонанса, то есть на высокие вибрации всегда притягивается то, что находится на тех же самых вибрациях, негатив притягивается только тогда, когда вы находите на низких вибрациях, элементарный пример, когда у вас очень высокая температура, для того, чтобы организм естественным способом поборол болезнь, да, микробы какие-то, либо вирусы, да, у человека должна температура быть выше 41 градуса, где-то там 43 примерно, но это очень опасно, вот, и поэтому, когда очень высокая температура, как правило, ну, стараемся ее сбивать, вот, но вот на таких высоких, высокой температуры, да, то есть высокие вибрации происходит, и огонь, мы говорим, очищает, да, температура, это тот же огонь, внутри организма, та же стихия, происходит сжигание, поэтому, вам нужно находиться высоких вибраций, каких образом, каким образом вы туда попадете, я не знаю, и вот вам нужно как раз, когда вы находите высокие вибрации, тогда вы сможете вдохновлять, либо своим собственным примером, либо вы, как-то вот, даже не собственным примером, но вот вы можете вдохновлять других людей, это, что, какие, какие дары, да, какие дары вам хочет дать вселенная, вот, либо то, что вы, чтобы чем-то вдохновились для себя, на то, чтобы двигались дальше, ну, то есть здесь выйти надо, вот, из этого застоя, и общий урок, связанный как раз-таки, именно с взрослым подходом, то есть вы можете быть ребенком, вам никто не запрещает, но подход должен быть в каких-то моментах, он взрослый, так, для чего, для чего вам хочет дать эти дары вселенная, да, вот вдохновение, примирение, первопроходить, для чего, какие сценарии вы здесь прорабатываете, безжизненность, да, вот сценарий безжизненности, для того, чтобы вы проработали, вот безжизненность, он как раз-таки с четверкой кубка, и вот этой вот некой такой пассивности, что свойственно королеве кубков, вы его и прорабатываете, да, то есть вот, знаете, низкие вибрации, о которых я говорила, вот это вот самопожертвование, боли, страдания, и все такое, если оно с уровня осознанности выходит, то есть я понимаю, для чего я лишаю себя, ну, то есть мне, допустим, надо пройти какой-то урок, я это понимаю, вот, и я готов осознанно себя ограничить в чем-то, для того, чтобы получить что-то большее, не просто так ограничить, а за этим есть какая-то цель, осознанно, вот это осознанность, неосознанность это жертва бессмысленная, так вот, в данном случае вам хотят, вселенная хочет дать вот эти вот дары, о которых я говорила, для того, чтобы вы вышли, вот без, как-то знаете, чтобы вы то ли прочувствовали, то ли осознали, вот этот вот момент безжизненности, что он двойственный, да, то есть, когда вы находитесь в пассивности, в этом нет движения, нету движения, нету жизни, а вам для того, чтобы светить, это знаете, как какой-то вот моторчик, ну и, как-то так мне показывают моторчик, и эти, шнуры, и лампочка, и вот ты как будто бы вручную крутишь этот моторчик, да, и он вырабатывает как будто бы электричество, и лампочка горит, стоит вам только прекратить крутить, вот это вот, какой-то там шестеренка, не знаю, что какой-то моторчик, лампочка перестает гореть, так вот у вас так, то есть вам хотят дать вот это вот свечение, да, вот это вот, служение которое возможно вам тоже нравится но оно должно идти с высоких вибраций для того как вот то что я говорил да когда лампочка светится а здесь получается так что вы находитесь в основной своей часть может быть сейчас я не знаю вот именно вот в этой безжизненности когда вы не крутить этот моторчик почему я сказал мне на автомате а именно моторчик не показывает потому что здесь надо прикладывать усилий здесь вам нужно что-то делать здесь не то что а высшие силы я вам помолилась начните пожалуйста движение электричество не здесь надо своими ручками то что тот что-то надо в материальном мире делать понимаете надо через тело совершать действия таким образом вы будете видны и физическом плане на тонком вы и так видны а здесь нет вы должны себя проявлять и поэтому вот этот вот урок безжизненности вы проходите только тогда когда вы не сидите и как этот не хочу говорить слова ноете как это хотел сказать другой но она вылетела ладно сетуете вот а сетуете на жизнь что она несправедливая вот чтобы вот этого не было вам нужно двигаться вот вас как будто бы обучают движению а и прорабатываете тяжелая работа да то есть у нас безжизненность темный сценарий какие для чего вам хотят дать вот эти вот блага которых я говорила вдохновение то есть хотите служить вам вселенная под это же скажу так проще вселенная хочет сказать хочешь пряник я тебя как-то вот кнутом буду потыкать потому что иначе ты не понимаешь и кнут в чем заключается в осознание и понимание то есть вам кажется что жизнь это вот какой-то тяжелый труд это какой-то сезов труда то есть я эту камень поднимаю в гору а вечером он у меня падает и завтра опять одно и то же и у меня уже сил нет у меня энергии нет и вот этот низкий энергии до понимания того что я не властен у меня нет энергии а здесь вам краски говорят а энергия у тебя поедет лампочка зажгется только тогда когда вы моторчик будет и крутить когда вы начнете действовать когда вы сами изнутри захотите когда вы сами изнутри загоритесь когда вы поднимите себя сами вытащите за волосы из того состояния в котором вы частенько падаете да потому что но не принимает меня не понимают не ценят авансом никто и не обязан ценить на самом деле такой маленький секретик вот потому что задача то вас самих научиться себя ценить вы когда вы научитесь себя вытаскивать за волос когда научитесь сами себя ценить вы будете светиться этим то что я говорил вы будете этим триумфатором смотрите я научился я молодец я иду вперед потому что я от этого кайфую то есть я люблю глагол люблю действует то есть я люблю другого человека потому что я от этого кайфую то есть когда я с этим человеком когда я рядом с ним я чувствую себя наполненным не потому что я жду чтобы у меня человек наполнен я же тебя люблю да ты меня наполняет нет а когда ты рядом с этим человеком какая-то такая химия энергетическая происходит я чувствую себя наполненным и поэтому меня тянет к этому человеку и это может быть ситуации с чем угодно да то есть допустим те же самые зависимости от тоже своего рода зависимость любовь в человеческом понятие это зависимость от чего-то то есть я поел сладости да мне нравится я получил там свои гормоны они же классные я от этого становлюсь зависим но гормоны то они внутри меня они не вовне и вот вот это вот фишка она как будто бы вот этот вот пряник вам говорится у вас это есть но при это не видите и поэтому вам вселенной говорит я тебя буду реализовывать твои мечты тогда когда ты будешь гореть будешь гореть этим будешь желать не держаться за этим а гореть излучать и вот на этот свет я тебе дам что ты хочешь дорогая потому что этим светом ты будешь зажигать других людей ты будешь вдохновлять но первично вдохновись сама либо сам а здесь не я у меня сил нету я устал я даю я работаю на этого на этого на это вы делаете это без удовольствия вот в чем причина вы не кайфуете от того что вы делаете вы не находитесь в тузе кубков вам от того что вы делаете вы не любите вам это не приносит удовольствие вот этого не кайфуете поэтому вам это в труд вот тяжелые тяжелый камень вам нужно понять что если это тяжелый камень это не ваш это просто не ваши это не ваш источник оставьте это делайте то что вас наполняет и когда будет много таких вещей которые вас наполняет тогда вы будете постоянным часто не постоянно дай бог чтобы это было постоянно очень часто находиться вот в этом состоянии свечения вдохновения посмотрите какая красивая карта на протягивает руку на горит смотри во мне этого света много да я тебе даю потому что она не только изнутри она и снаружи светится то есть вот этот свет он выходит изнутри и он освещает все вокруг на я солнце ну то есть самогенерирующий источник во мне не иссякнет я бесконечно такая но чтобы быть таким надо постоянно крутить свой моторчик надо постоянно себя фильтровать каких энергиях я нахожусь я бедная несчастная либо я наполнены и кайфовая вот такая у меня была позиция для вас твой так и мы с вами переходим позиции номер три зеленому камешку смотрим троечки какие мечты вы бы хотели реализовать но чтобы исполнились ваши ваши мечты которые вы хотели сила сила я хочу силы дай мне силы дай мне власти дай мне уверенности да чтобы я хотела я хочу быть более таким знаете уверенным человеком человеком силы воли которому все подвластно причем власть над самим собой возможно над своими какими-то слабостями над своими какими-то страхами и в то же время вы хотите иметь какой-то вес власть управлять внешним миром то здесь прям вот такая знаете жажда опять-таки не потому что а здесь амбициозность а здесь как будто бы когда вы имеете какой-то вес вовне к вам прислушиваются да здесь ощущение того что вы истощены его устали и мне необходима вот это вот сила сила как для себя также и сила чтобы во внешнем мире как-то что-то делать иногда бывает огнать и вот ну нету сил не надо пойти какой-нибудь там госструктуру что-то делать вот там человек что-то говорит иди сходи и это с бюрократии да принеси эту бумажку принеси то у вас уже сил нет вот вам в этот момент всегда хочется были бы у меня деньги дал бы я кому-то так и делегировал и дело бы сделалось вот вот в таком плане я имею ввиду силу до влияние на другим человеком или был бы я например богатым человеком я бы не стоял здесь не умолял не унижался и потому что вам это ну вы этого не можете сделать нет ни в коем случае просто вы бы упростили себе жизнь вот здесь вот в таком плане то есть мне нужна власть контроль управления на другими людьми потому что меня уже все достало меня достало что я как-то что-то должен делать какие-то лишние тела движения а у меня на это нет ресурсов 10 у меня ощущение того что вы сейчас может быть кто-то физически болеет да может быть фаза такая что вот я устал нету нету силы и даже последняя силу воли я не могу куда-то вот это знаете как мне напоминает очень олимпийские игры когда люди бегут там марафон да либо там спортивная ходьба на большие километры вот ты смотришь уже человек из последних сил жара и он ходит и многие даже падают вот ролики мы видим интернета многие падают не доходит до финиша вот они уже ползут да либо кто-то их поднимает и тащит вот этот вот из последних сил здесь вот ощущение такое у меня по этой по этой позиции что вы хотели бы что исполнилось еще раз напомню что я не читаю бытовой момент аспект а вот именно на уровне энергии ях я хотел бы я бы хотел укротить уже во первых найти внутри себя вот это вот ресурсы эти а с другой стороны я хотел бы как-то укротить вот эти вот свои страхи которые я знаете вот иногда бывает такое ощущение я устал бояться я устал бояться кому-то что-то сказать я устал бояться что вот у меня это не получится вот бывает такое я устал от самого себя вот мне не мне тяжело тошно от самого себя вот здесь какая-то такая такая энергия и чтобы вы хотели исполнить вот чтобы у вас было вот это вот сила чтобы вы снова излучали позитив какой-то чтобы вы снова верили во что-то хорошее хотя здесь знаете вот вера у вас осталось сил нет а веры есть знаете у меня такое ощущение что это как человек в пустыне да вот он упал и и у него начались вот эти вот миражи и он видит этот оазис да и он как будто бы верит но вот сил нету дойти до туда но он верит что это есть это будет вот вы такой человек то есть ваши глаза где-то глубоко в душе вера осталась а силы нет чтобы вы хотели силы бы хотели ресурсов хотели но здесь очень такая серьезная позиция а потому что было два великих арканы и аркан колесо фортуны вы хотели бы чтобы жизнь изменилась чтобы ситуация может быть данный момент как-то изменилась какие мечты ну элементарно во первых хочу денег причем хочу много не потому что я жадный а потому что вот обстановка такая когда я уже писала да нету у тебя прям говорю мне так тяжело тяжело не в плане тяжести а в плане безысходности да то есть я уже туда тыкаюсь и сюда вот это вот мытарство это все достало мне дайте мне деньги я решу свои задачи я вам отдам да то есть не про то что вам подарить здесь про то что ярко шута на дне хочу обновление то есть элементарно чтобы вы хотели денег второй момент я бы хотел здоровья я хочу ресурсов я хочу силы я хочу снова ходить я хочу снова бегать здесь кто-то может быть есть какие-то трудности сложности с ногами не знаю не передвигается да может быть в коляске инвалидный сидит ну временно не то что инвалид с рождения а вот здесь какой-то вот невозможность движения какая-то да либо действительно вот ноги боли а до кого-то травма тазобедренной кости дам что-то такое болезнь в общем болезнь здесь какая-то я хочу выздороветь дайте мне сил и как говорится мне больше ничего не нужно я потом все решим да то есть дайте мне здоровье здесь такое тоже может быть что еще я хочу выйти из порочного круга вот если главная задача я устал я это делаю это дело я никак не могу выбраться из этого порочного круга я уже устал от всех трансформации я уже устал все пробовать я уже все что есть вот попробовать я уже все перепробовал вот я говорю вот это вот ощущение безысходности я уже вера есть но ощущение что блин вот знаете такое да мне уже как все равно куда меня закрутит там в плюс минус даже знаете вот такое вот это чувство что если бы вам пришел человек да фея волшебные сказал все твои проблемы все решились вы даже радоваться были бы неспособны почему потому что нечем хочет сказать мне и радоваться уже нечем то есть вот как-то такая знаете вот иссохшие вот вы какие-то иссохшие такие знаете вот как будто бы глаза белесые устали плакать глаза волосы седые устали переживать устали от стресса кожа сухая нету влаги нету жизни нету то что тебя наполняет вот какая-то такая знаете сухая земля су не путем она не просто сухая она еще в каких-то трещинах вот что-то такое сейчас происходит с вами поэтому ваши мечты с тем связано чтобы вот это изменилось вот просто я не хочу ничего вот просто чтобы вот это вот изменилось это то что вы просите у вселенной то что хотели бы почему вселенная вот не исполнять вот я хочу посмотреть какой аркан выйдет на колесо фортуны здесь почему вселенной вам не исполняет этого почему не исполняет значит почему нету силы сначала посмотрим нету ресурсов почему она не исполняет потому что тройка мечей потому что вы не прошли тройку мечей не проходите то есть знаете вот как будто бы здесь хотят из вас выбить прямо вот последние суки чтобы никогда больше это знаете вот как это говоришь человеку не кури не кури там либо еще что-то он да да брошу-брошу а потом вот что-то такое происходит я не знаю как будто вот руки прижгли может быть в детстве вас как-то так когда ребенком если вы курили там юности как будто вот такое ощущение что знаете этим сигаретами как будто бы на вас тушили и вот эти вот ожоги они настолько остались что вот это вот отвращение до вызвал обратный эффект то есть здесь почему вам не дают сил они как будто бы хотя что вы дошли до конечного этапа вот этого тройки мечей чтобы вы пришли к этому конечному итогу страданий и отказались от этого вот здесь такое ощущение что у вас хотя довести вас до состояния отвращения чтобы больше никогда не делали то что у вас лишает этой энергии тройка мечей здесь про какой-то скорбь здесь про то что урок мы должны научиться со переживать вот для того чтобы сопереживать другому человеку здесь первично нужно самому научиться страданию что потом вот эти вот страдания видеть другом человеке и научиться сопереживанию и вот вы как будто бы должны дойти до самого дна по тройке мечей и чтобы больше никогда вот знаете как это сказал как отрезал вот у меня есть какие-то такие ситуации крайные до крайние чтобы хочется сказать вот как будто бы знаете вот испугался раз и навсегда и больше так никогда не делал вот здесь как какие-то такие методы обучения идут жесткие поэтому вас сил забирают чтобы знаете вот как никогда больше себя так не опустошали вот что-то здесь с этим здесь вы с этими страданиями должны как-то покончить поэтому у вас забирают эти силы чтобы вы как-то вот увидели это что ли здесь какой-то обучательный момент идет момент жесткий какой-то вот такой прям очень какие-то к таки хочется сказать фашистские методы но вы как будто бы по-другому не понимаете поэтому вас хотят обесточить чтобы как-то знаете вот запечатлеть что-то в вашей памяти чтобы это было для вас примером избегания чтобы никогда ни при каких условиях не совершали то же самое вот здесь вот поэтому вам не реализуют то что вы хотели это вот по поводу силы и силы воли по поводу колеса фортуны почему вам как будто бы ну вот это вот ситуация до которой вы проживаете не не заканчивается почему вам не дают ее завершить ну здесь во первых вам нужно понять что здесь моменты осознанности и в одном и другом случае и как будто бы вы способны на это но вы этого не делаете семерка жезлов она говорит о том что вот посмотрите смысл этого аркана здесь человек уже стоит на вершине ему не с кем соревноваться соперничать но он видят вот эти вот палки внизу ему кажется что он обороняется и защищается но от кого он уже на высоте то есть по сути здесь бороться ни с кем не надо ты уже победите тебе надо двигаться дальше то есть как будто бы вот вы смотрите вниз а вам надо наверх вы смотрите назад а вам надо вперед и вот здесь вопрос не в том что вам дают это или нет завершения а в плане того что вы как будто бы боретесь с этим что мне надо как-то завершить мне надо как-то изменить эту ситуацию то здесь идет какая-то борьба какое-то сопротивление, но вы не осознаете той фишки, что вот эта вот борьба, то, к чему вы пришли, это то, что вы в двойке жезлов когда-то сделали выбор. То есть, по сути, у нас семерка жезлов говорит о том, что мы как будто бы сопротивляемся и сражаемся с тем нашим выбором, который мы делали в двойке жезлов. То есть, это, по сути, итог нашего выбора. И здесь вам не нужно сопротивляться тому, что вы когда-то выбрали и определили. А вам здесь нужно просто взять и поставить себе какую-то новую цель. И вот про это как раз и говорит семерка жезлов, что не нужно сражаться с теми причинами, что были посеяны в прошлом. А вам нужно, наоборот, построить, посеять новые семена, поставить новые цели для того, чтобы идти не вот здесь сражаться, а идти дальше, потому что вы уже на высоте. То есть, вам нужно двигаться дальше. Дальше в плане... Вы можете, как я уже сказала, либо новые цели себе поставить. То есть, знаете, чтобы вам наглядно здесь было и понятно, в чем смысл семерки жезлов. Нету смысла, там, я не знаю, сражаться с какими-то сорняками, которые вы по ошибке посеяли вместо, там, я не знаю, ромашек или подсолнухов. Вам нужно просто взять и найти новое место, да, хочется сказать, либо вытащить эти сорняки и посеять заново. То есть, не нужно, как-то, я не знаю, что-то делать лишнее, а просто нужно увидеть, что то, с чем вы сражаетесь, это, по сути, следствие вашего выбора. И вам нужно переизбрать. Вот, не знаю, смогла я вам донести эту суть или нет. Так, это то, что вы хотели бы, и мы посмотрели, почему Вселенная вам не дает это. То есть, здесь вот как раз вот это вот осознание должно быть. То есть, первично вам нужно увидеть причину, те корни, которые вы сами и создали. То есть, вы и посадили эти семена. Как только вы это осознаете, вы поймете, что, по сути, вы и сами с собой боретесь. Вот, и это не верный подход. Так, а какие желания, да, мечты Вселенная хочет исполнить для вас? Вот, что она хочет? То, что вы хотите, она вам не исполняет. Почему? Потому что в этом есть какой-то более глубокий, такой, скажем, философский замысел для вашей души, для вашего развития. А что она хочет исполнить для вас? Умеренность. Знаете, она хочет, чтобы вы сейчас немножко подуспокоились, да, вот как будто бы немножко смирились. Смирились со своим каким-то стремлением, со своим каким-то... Вот смирите свой пыл. Здесь как-то так хочется. Потому что выпадает умеренность и маг. Как будто бы надо смирить сейчас какую-то активность. Для чего? Потому что у вас сейчас очень активный какой-то ум, и вот здесь вот ваша усталость, она скорее всего приходит, происходит в умственном, ну, на ментальном каком-то уровне. И вам нужно как будто бы... Вот умеренность, да, здесь как будто бы уснуть. Уснуть в плане расслабиться, в плане успокоиться. То есть вы как, знаете, вцепились во что-то, и из последних сил за это держитесь. И здесь как будто бы вам говорят... Расслабься. Расслабься. Потому что в таком состоянии, состоянии безумия, вот вы здесь как будто бы на грани какого-то безумия, на грани какого-то хаоса в своей голове, вы все равно не сможете решить, либо получить все, что вы хотите. Здесь надо сбавить обороты. И даже вопрос не в движении здесь, а вопрос как раз-таки... Как-то вот усыпите свою бдительность. Вы как будто бы работаете на... Здесь этот... Аларм включается, вот эта вот красная кнопка SOS, спасите, спасите. Ну, то есть вы как этот... Перегретый какой-то шнур. То есть вы настолько окалились, что вы начинаете уже... Переходите все крайности, все меры дозволенного и занимаетесь уже саморазрушением. Поэтому Вселенная вам сейчас хочет дать какое-то вот именно успокоение, смирение. Даже не то, чтобы смириться с ситуацией, наверное, это неправильное слово, а правильное было бы... Ну, вот как-то успокоиться. Убаюкайте свой какой-то вот... Вот этот вот активный мозг, вот эти вот мысли, потому что вы как будто бы вместе с благими мыслями притягиваете сейчас что-то негативное. И вот вы как-то накручиваете... Ну, то есть какая-то жесть в голове идет. И она уже даже не то, что деструктивная, а вы уже как-то вот на грани как-то вот действительно какого-то безумия. Что хочет реализовать? Какие мечты хочет исполнить Вселенная? Выплакарта Герой, да? Знаете, у меня такое чувство, да, что она как будто бы хочет вас спасти. Потому что вот этот у вас какой-то ненужный героизм... Говорю героизм, а мне слышится героин, да, как наркотик какой-то вот тоже вот ненужное, лишнее, излишнее. Здесь какой-то вот... Как-то вот спасти она хочет. Дать вам новое рождение. И вот здесь как раз-таки, да, вот то, что вам не даются вот эти вот силы, да, помните, я говорила по аркану силы, у нас выпадала тройка мечей, вы должны пройти этот путь, да, чтобы его запечатлить раз и навсегда в своей жизни. И вот когда это произойдет, то есть по сути то, что вам не дают, не дают силы, по причине того, что вы должны пройти эту тройку мечей и скорбь вселенная это делает, да, вот я сказала, как кнут какой-то, да, кнут и пряник обучения, такой достаточно жесткой, лишь для того, чтобы вы... Здесь произошло какое-то вот рождение. Рождение чего-то нового. Что здесь должно родиться? Ну, какое-то чудо, да. Ну, во-первых, вы должны верить. Вот здесь рождение веры, рождение вас. То, что здесь должно родиться чудо, что такое чудо? Это те законы вселенной, да, которые мы сами себе объяснить не можем. Они существуют, но мы их не знаем, мы их не понимаем, и поэтому нам это все кажется как некое такое чудо. На самом деле все основывается на законах природы. И вот здесь вот ощущение того, что с одной стороны должна родиться какая-то новая вера. Хочется, я неоднократно говорила по третьей позиции, у меня такое ощущение, как какой-то вот, не знаю, клоп что ли, вот на вас давит, давит, давит. Для того, чтобы вот как-то... Не хороший пример, но когда такое очень, не знаю, показательное для меня что ли, что вы дошли до последнего какой-то момента, и потом вот переродились, да, то есть как-то стали реагировать, да, то есть на это давление, и ваше какое-то вот это вот сопротивление, оно даст шанс новому рождению. Это, наверное, про клопа не совсем было понятно, сейчас я расскажу про, знаете, про Биг Бэн, как рождение нашей Вселенной, точно так же, как и в Древе Жизни, кто у меня проходил этот курс, знает, я там объясняла о том, как рождалась наша Вселенная, да, то есть первично все было в идеале, и Вселенная для того, чтобы познать сама себя, начала сжиматься, и вот когда она сжалась именно в одну точку, превратилась в точку, да, вот в эту белую, то пространство, когда она сжималась, вот пустота вокруг нее, которая образовалась, да, она наполнилась как раз-таки тьмой, и таким образом у нас появился контраст света и тьмы, для того, чтобы уже можно было познать что-то, потому что пока все единое, все идеально, идеал не развивается, и он не сама, не может познать себя, в нем нету развития, так вот здесь как раз-таки вот это вот сжатие, как пружинка, да, когда ты ее сжимаешь, сжимаешь, вот она уже до последнего момента, потом она как-то вырывается из рук и выпрыгивает, да, и вот получается некий такой прорыв, вот здесь вот что-то такое, по тройке мечей вас как будто бы доводят до какого-то предела, сжатие, сжатие, когда вы уже ничего не сможете сделать, и вот в этом состоянии, когда я ничего уже не могу сделать, приходит какое-то примирение, ну то есть я сдался, все, я поднял руки и сказал, все, я больше не сопротивляюсь, делай со мной что хочешь, вот хочешь, как говорится, вот чтобы я сдох, да, да пускай это будет, вот бывают такие моменты, когда мы сами себе это говорим, сейчас не в контексте смерти, я имею в виду, а вообще вот это вот состояние предельное, да, пороговое, когда я уже больше не могу, бывает такая боль уже, она не терпится, особенно когда это зубная, да, либо если смотрят женщины, да, которые рожали, вот этот момент, когда уже все, этот момент уже кажется, в момент родов, что уже эту боль стерпеть невозможно, это уже на грани, как говорится, обморока, да, вот здесь что-то такое, когда должны будете дойти до предела, то есть задача вселенной, что она хочет вам дать, какие мечты хочет ваши реализовать, она хочет, чтобы вы родились заново, да, чтобы вы перестали бороться с тем, что вы сами порождаете, чтобы вы это увидели, порождаете страхи, а потом с ними же и боретесь, порождаете какую-то нужду, а потом с ней же и боретесь, то есть первично вот этот вот уровень осознания, что не надо порождать то, как говорится, тьму, а потом с ней бороться, будьте всегда в этом свете, это первое в плане спасения, и в дальнейшем, да, вот оно хочет дать вам вот это вот рождение, чтобы произошло то чудо, которое даст вам новую веру, новое ваше мировоззрение, видение, на основе которого вы сможете жить более продуктивно, то есть здесь какие-то такие задумки, что это за чудо, вот какой-то приятный сюрприз, была карта приятного сюрприза, с чем он связан, с духом творения, вы как будто бы научитесь дальше, вот то, что я говорила, да, создавать из этого опыта, то, что сейчас с вами происходит, как будто бы задумка вселенной, чтобы вы превратились вот в этого мага, от которого сейчас вам нужно отказаться, потому что то, что вы порождаете сейчас, это негатив, вот хочется сказать, да, вы какие-то свои теневые стороны, каких-то своих демонов вы порождаете, да, их стало так много, что вы с ними сами уже запутались и боретесь, то есть по сути боретесь со своими частями теневыми, которые вы не признаете, которых вы не понимаете, но вы их сами создали, это часть вас, и вот здесь урок как будто бы, да, то, что хочет дать вам вселенная, она хочет сделать из вас творца, нового творца своей жизни, дух творения, чтобы вы, и в этом будет сюрприз, чтобы вы научились создавать, то есть вы как будто бы поняли, как работает этот механизм создания и творения, для того, чтобы потом в своей жизни творить то, что вам необходимо, здесь вот такое вот очень интересное, интересные мечты, задумки вселенной для вас, для чего она это делает, для чего она хочет дать вам вот это вот, вот эти уроки творения, для того, чтобы вы родились новые, для чего, какой здесь вообще сценарий вы прорабатываете, ну, выпал аркан войны, да, чтобы вы прекратили воевать. Знаете, когда-то, когда я училась у своего учителя Мэгги, она рассказывала очень такой, знаете, интересный момент со своей внучкой, когда она ей читала книги детские какие-то, про борьбу добра со зло, и девочка-то, когда внучка маленькая, она еще была, она ей говорит, бабушка, что ты, говорит, мне за чушь читаешь, какая, говорит, война между добром и злом, ее не существует. На что мой учитель удивился, говорит, как не существует, она говорит, ну вот ты сама подумай, да, если это добро, разве оно будет воевать? То есть, это не входит в планы, то есть, добро, оно тем-то и является добром и светом, что не предполагает борьбу, потому что, ну, не с кем бороться, да, то есть, по сути, борется зло со своим собственным злом, да, то есть, борьба, она предполагает, что должен быть какой-то соперник, только у тьмы есть соперник, у добра, у света нет соперника, да, то есть, все, это, знаете, как, как бы вам это объяснить, когда ты находишься в высоких вибрациях, ты понимаешь, что тебе там бороться не с кем, потому что борьба сама по себе, она предполагает отрицание, а свет это проединение, то есть, у света нету разделения, он един, у добра нету разделения, оно едино, разделение есть у тьмы, то есть, только тьма борется, потому что у нее есть я, есть кто-то, с кем я борюсь, а у света этого нету, то есть, в ее природе нету борьбы, не потому что она такая высокомерная, да, если представить ее в виде человека, а потому что, ну, как говорится, нету такой программы, не заложена программа, потому что все едино, боремся, когда есть разделение, здесь как раз-таки вот вас и учат проигрывать, вот осознать вот этот вот ваш сценарий войны, да, когда вы воюете, когда боретесь с чем-то, когда, знаете, вот по семерке жезлов что-то создали, и я борюсь со следствиями, а здесь вам нужно понять, что не надо с этим бороться, вам надо просто изменить одно на другое, мы не боремся, мы меняем одно состояние на другое, вот здесь какие-то, всегда я тройкам говорю какие-то вещи, такие достаточно философские, почему, потому что, ну, вы люди такие, у вас склад ума такой, не в плане философии, а в плане каких-то, такой, знаете, достаточно высокой духовности, вы понимаете эти законы, для чего еще, ну, для того, чтобы вы отпустили вот этот вот контроль, опять-таки, контролирую, кто контролирует, наше эго, да, наш какой-то вот синевой аспект контролирует, почему, потому что, опять-таки, есть разделение на я и ситуацию, я хочу управлять ситуацией, потому что так мне безопасно, кто это делает, я, что есть я, это разделение, я и внешний какой-то мир, там, я и еще что-то, я и другие люди, здесь ваш урок про единение, познание, что есть единение, это очень сложное понимание с точки зрения ума, потому что задача ума все разделять, все классифицировать и обрабатывать информацию, то есть каждый раз информацию, которую получает наш мозг, он должен ее обработать, а чтобы он ее обработал, он ее должен как-то сложить, как-то классифицировать, превратить из одного во что-то другое, и для этого у нас есть разделение, то есть это такой цвет, это такой цвет, это вот информация об этом, это информация об этом, то есть вот это вот вся классификация, это разделение, а здесь и поэтому у вас есть контроль, то есть вам по сути вот все, что хочет дать вселенной, какие мечты ваши реализовать, для того, чтобы вы стали творцом, воистину творцом, поняли этот принцип, как все работает во вселенной с точки зрения единства, чтобы вы пришли к этой целостности, вы прорабатываете свои сценарии войны и сопротивления, и контроля управления, и фиксации, когда вот вы все в принципе держитесь, вот здесь вот то, что вы хотите, хочу изменить по колесу фортуны, ситуацию, но при этом сопротивляюсь, борюсь с этой ситуацией, мы не меняем что-то, когда мы с этим боремся, мы меняем тогда, когда мы это принимаем, когда мы признаем, то есть до тех пор, пока мы боремся, условно говоря, с алкоголизмом, мы никогда не вылетимся, то есть первичное, надо признать, потому что здесь как будто бы есть, вот алголизм, да, либо какая-то зависимость, какая-то болезнь, вот она вне нас, а я что-то другое, вот когда происходит вот это вот единение, принятие, я принял в себе, что во мне это есть, только тогда можно что-то уже изменить, вот здесь про это, а здесь получается, что есть какая-то фиксация, да, вот вы за что-то держитесь, то, что я сказала, и вот до тех пор, пока вы за это держитесь, у вас это забирают, причем я неоднократно говорила по третьей позиции, вот эта вот фиксация, эта карта, она выходит еще и как пятерка пендапли, некая такая кризисная, когда мы держимся за то, что нам кажется, что нам этого не хватает, нам это нужно, и у нас это забирают, и вот здесь вот эти вот уроки, да, фиксации, они у вас проходят как раз-таки, вот в пятерке пендапли, да, как духовная нищета, что у меня ничего нет, меня все время лишает, для того, чтобы вы не привязывались, для того, чтобы вы, здесь как будто, вы знаете, вам нужно понять, что когда вы привязываетесь, вы как будто бы переключаетесь от света, знаете, как будто бы от служения Творцу, вы привязываетесь к служению материи, и цепляетесь за нее, а на самом деле для души вам материя, она не нужна, это вот временная какая-то одежда, то есть после физической смерти душа, вот то сознание, которое есть, она ведь продолжает путь, она собой не сможет взять материальные какие-то блага, какие-то наши достижения, помимо нашего личного какого-то опыта и осознания, выводов сделанных из этого опыта, то есть по сути только память мы можем взять с собой, и вот здесь вот это вот понимание того, что я хочу, мне это надо, мне что-то вот это вот надо, надо, какой-то внутренний недостаток, он все время будет показывать о том, что вы как будто бы не понимаете, что есть душа, и вот вас здесь перенаправляют на то, чтобы вы акцент делали больше на духовность, а как будто бы все время забываете про это и делаете акцент на привязанность, например, привязывайтесь к людям, привязывайтесь к каким-то местам, привязывайтесь, я не знаю, к работе, привязывайтесь к какому-то комфорту, удобству, к каким-то привычкам, а здесь вам нужно, здесь вам краски показывают, что если ты смотришь на жизнь с точки зрения души, то ты просто как этот транзитный пассажир, сегодня ты здесь, завтра в другом месте, и когда ты привязываешься, ты лишаешь себя развития, когда вы сами с собой наедине, вы это понимаете, но когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, с ситуациями, вы как будто бы про это забываете, и действуете по-другому, то есть когда вы расслаблены, вы спокойны, вы знаете, это вас не надо учить, когда вы как-то включаетесь в ситуацию, когда придаете слишком большое значение и ценность людям, ситуациям, вещам, вы как будто бы забываете про этот закон, и вот, то есть знаете, когда я сам с собой наедине, я высокодуховный, а когда я начинаю проявляться в материальном мире через действия, то я как будто бы забываю об этом, либо у меня не получается жить в соответствии с этими законами, вот здесь вот вас этому и учат, понятию, то есть вот вы проходите здесь уроки, которых я озвучила для этого, для чего вам хотят дать, вот этот вот дух творения, чтобы вы стали творцом, это будет самым большим сюрпризом, это будет самым большим подарком вселенной для вас, если вы пройдете вот эти вот все уроки. очень сложно, знаете, отказаться от контроля, особенно если ты в детстве привык нести ответственность, ну то есть тебя так обучили, здесь получается очень сильная ломка, здесь нужно менять, трансформировать свои какие-то убеждения, это огромная работа, и у меня такое ощущение, что вот то, что я сейчас вам сказала, это как будто бы путь в жизнь, это не разовая опция, это не то, что вы получите, это вот скорее всего какой-то вот путь, большой отрезок жизни, 20-30 лет, не знаю сколько, большой какой-то период, и вы к этому как будто бы идете, здесь мне путь показали ваш, вот как-то так. Такая у меня была третья позиция, неделя у нас, значит, с вами началась, из таких, скажем, философских разборов, которые я обожаю, дико обожаю, я всегда хочу их делать, но у меня не всегда такое получается. Прощаюсь с вами, еще раз благодарю за ваши донаты, попробуйте кнопку супер спасибо, посмотрите, как она работает, у кого она работает, что вообще получится из этого. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, до следующих раскладов, всем пока-пока.